Соленое озеро, гора Большой Багдо, пещеры. Многие туристы считают, что Ахтубинский район знаменит только этими достопримечательностями. Однако, это не так. В подтверждение тому – калейдоскоп истории, события и люди. Проект в масштабе муниципального района, который, по словам его авторов, позволит воссоздать и дополнить историческую картину жизни людей, причастных к развитию малой родины. Сохранить их опыт и передать лучшие культурные и трудовые традиции молодому поколению. Он был разработан в 2018 году и представлен на конкурс творческих проектов главы Ахтубинского района. Спустя 4 года проект все-таки удалось воссоздать именно в том виде, в котором он был когда-то задуман. Идеей проекта было продвижение краеведческого движения, создание электронного сборника по краеведческой информации, а также установка арт-объектов на улицах нашего города с информацией о людях и о событиях, которые происходили когда-то в нашей местности. Вот эти арт-объекты – это полностью идея дизайнера проекта Баркуновой Ольги Николаевны. Проект был реализован при поддержке администрации города в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Он рассказывает о многих сферах жизни и охватывает большое количество участников. Среди них – почетные жители района, люди, чьи имена носят улицы города, а также неравнодушные земляки, прославившие наш край. На сегодняшний день арт-объекты уже установлены в парке во Владимировке, сквере Арбат-400 и в микрорайоне имени Лавочкина. Всего их четыре. На каждом информация о профессиональном пути шести известных человек. О каждом человеке по-разному происходил сбор. Например, здесь на этом стенде материал о Нинель Мордовина. Это поэтесса, которая долгое время начинала свой путь как поэтесса в Ахтубинске. Встречался с людьми, которые ее знали. И так постепенно набрал материал. Она больше знаменита в Астрахани. Там даже ее имя названа и училище, и премия имени ее. А начинала она в Ахтубинске. Совсем недавно, вроде бы, она где-то в 77-м году уехала из Ахтубинска. А ее здесь уже забывают. Даже работники той же культуры. Для удобства арт-объекты оборудованы подсветкой. Чтобы прочесть информацию, можно было и в темное время суток. Кроме того, на каждом из стендов есть специальный QR-код, отсканировав который, можно попасть не только на официальные источники музея, но и на сайт электронного справочника с интересной исторической информацией. А она, по словам организаторов, будет обновляться. И не только на сайте, но и на самих арт-объектах. В этом могут поучаствовать и сами жители. Информацию о выдающихся земляках, которую вы бы хотели разместить на стенде, можно прислать на почту музея. Ведь тех, кто буквально ковал историю в родном крае, считают участники проекта, жители должны знать в лицо. На примере биографии этих людей, любой молодой человек может посмотреть, как построить свою жизнь, как достичь каких-то успехов, сделать какие-то дела, чтобы с благодарностью потом его помнили, вспоминали, чтобы остался какой-то вслед в истории, в развитии нашего города. Достойных людей в нашем районе, в нашем городе очень много, о которых следовало бы знать молодому поколению и всем жителям. Ксения Маслова, Юлия Баховская, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ.